Слава Украине! Сегодня у нас очень интересный материал и очень интересный предмет для рассмотрения. У нас сегодня распаковка новейшего российского истребителя Су-35С. Вот прямо сейчас, на ваших глазах, я могу вот так стукнуть ногой по статусу, который российский режим Путина потратил не на школы, больницы, не на помощь денег, а также на полиции. Все это построено в 100 миллионов долларов экспортно-станал изгребителя Су-35С, который сегодня, 3 апреля, был сбит на Донбассе украинской противовоздушной обороны. Хочу напомнить, что президент Путин в 3-4 раза заявлял, что украинская противовоздушная оборона уже уничтожена. Здесь стоят те системы вооружения, которые в этом нет. Самая современная оптико-локационная станция, самый современный радар, самое современное оборудование. Платы мы, конечно, посмотрим, не исключаем, что китайские, российская промышленность. Так, что здесь у нас? Давайте-ка глянем. Платы. Куда-то наш инженер разберут. Здесь, конечно, все покалежно. Сбирать в Тучевом, что у нас тут. Так, Китай. Или все-таки, понятно, ОК-4. Здесь еще какие-то микросхемы, да? Да. Пилот этого истребителя, конечно, пытался сбежать, но, конечно, ничего не получилось. Российских мальчиков, которые бомбят города. Помимо украинцев особое внимание, интерес. Поэтому, конечно, его поймали. Конечно, сейчас все расскажем. Конечно, мы не знаем сейчас его состояние. Потому что он ранен при падении. Это больное кресло очень плохо срабатывает в российских самолетах. Как мы видим, украинская противовосточная оборона провела краш-тест мальчиков российского истребителя Су-35С. Истребитель вел охоту на украинский зенитно-ракетный конкурс, на Донбассе. Но вместо этого наше ПВО, наши зенитчики поймали российский самолет. Он сбит. Он же один из ассортных самолетов и вертолетов в ходе войны. Владимир Путин у нас часто лжет. На своих пресс-конференциях вместе с генштабом российским, с генералом Коношенковым. Они уничтожили уже все наше ПВО. Пять или шесть раз по своим докладам. Уже нет ПВО. Все уже сбили, разбомбили все. Ну вот, смотрите. Обманывают у вас российские летчики. Обманывают. Командиры, конечно, угут. А вот что вас ожидает. Сейчас пилоту этого истребителя очень-очень невесело рассказывать, как он бомбил города, сколько вылетов. Да, дал показания, конечно. 40 боевых вылетов в Сирии. Ну, боевыми вылетами трудно это назвать. В Сирии они просто упражняются. Там же ответный огонь по ним вести некому. Ну, считают себя боевыми летчиками. Здесь в Украине совершил 15 вылетов. Ну, вот смотрите, чего стоит российская авиация, авиационная промышленность в российский ВПК. 15 вылетов и самолет за 100 миллионов долларов сбит. Вот так. Теперь можете посчитать, что такое 100 миллионов долларов для России. Это же сколько еще можно было построить. Но нет. Мы решили убивать украинцев за эти деньги. Ну, вот все. Теперь все потеряли. Так. Со всеми ракетами грохнулся. Так. Здесь система радиоэлектронной борьбы обгорела. На том кроле она поцелее будет. Красная звезда. Это символ просто нацистского режима. К сожалению, который убивает первых людей. Ну, вот теперь больше этот самолет уже. Никого бомбить не будет. Используется эта машина здесь многоцелевая. Но почему? Может исполнять, конечно, функции. И здесь все ракеты воздух, и управляемая бомба всех типов. Это самый современный российский боевой самолет. Самый защищенный. Со всеми новейшими достижениями российской электроники. Четыре плюс-плюс-плюс-плюс. Говорят, в общем, хвостливые российские пропагандисты, генералы-пропагандисты. Бездарность которых, я думаю, сейчас уже видит весь мир. Да. Украинцы умеют бить российскую армию, умеют бить российскую авиацию. Конечно, не один российский оккупант. Не уйдет от возмездия. Мы знаем, что российская армия это мародеры, насильники, негодяи. И, конечно, всех этих военных преступников будут украинцы уничтожать. Ни одного российского военного преступника не останется. Нашей земле. Те, кто сдался в плен. Ну, какие, как бы, народ украины смешит убывать здесь. Под контролем нашей армии. Под контролем украинского народа. А всех агрессоров, кто пришел, либо прилетел, все они будут уничтожены. Никого не будет на Украине. Только в Украине. Свои два метра где-то получат. Вот так вот, господин Путин. Вот так вот. Вся российская армия будет демилитаризирована и денацифицирована в Украине. Да, трусливый Путин боится приехать в Украину. Потому что трясется за свою шкуру. Длинный стол себе делает. Боится микробов. Боится украинской армии. Поэтому себе из Кремля посылает на убой пушечное мясо. И здесь их всех утилизируют. Вот так-то. Смотрите на Су-35 российский оккупант. И думайте о том, что ждет вас. Слава Украинским воинам. Слава Украинской противовоздушной обороне. Слава Украине.